Добрый вечер! Вы смотрите новости на 31 канале. Корреспонденты Информбюро уже готовы рассказать о том, что произошло сегодня. Итак, сегодня в выпуске. Будет дешевле. Ставки утильсбора на автомобили и сельхозтехнику снизят ровно наполовину. Достаточно ли этого? Не нужно вводить кого-то в заблуждение в утильсбор не для этого особо. Как отреагировали автолюбители? Станут ли машины доступнее? Боевик по-нашему. Видео с приставленным к человеку пистолетом обсуждают в сети. На кадрах предположительно дикий арман. На кого направлено дуло? И где было снято это шокирующее видео? Каждый метр на счету. Как будет высчитываться стоимость аренды жилья при субсидировании государством? На 40 тысяч живем. Какие документы должны предоставить нуждающиеся в поддержке люди? Банкротство физических лиц. Как проходит обсуждение самого долгожданного закона? Облегчит ли он положение должников? Выслушаем мнение. Долгожданная новость для многих казахстанских автолюбителей. Ставку утильсбора на машины и сельхозтехнику снизят на 50%. Об этом сегодня заявил первый заместитель премьер-министра Роман Скляр. Надо отметить, что в Казахстане существует целое движение «Нет утильсбору». Активисты больше года требовали снизить размер платежа. Так как переплаты на легковые авто доходили до 3 миллионов в тенге. На связи из столицы Даля Насипова. Даля. Как Роман Скляр объяснил это решение? Добрый вечер, Аскар. Перед тем, как озвучить новые ставки, Роман Скляр говорил о необходимости поддержки отечественного автопрома. О том, что производителям, которые платят утильсбор, он возвращается в виде господдержки. И размер новых ставок очень тесно связан с казахстанскими производителями автомобилей. Уровень этого стимулирования автопрома позволяет нам снизить на 50% ставку на все виды автомобильного транспорта и производимой сельхозтехники. Снижение ставок на 50% активисты движения «Нет утильсбору» называют полупобедой. Так как, с одной стороны, государство услышало их заявление и пошло на эту меру. Но в то же время автовладельцы не удовлетворены размерами. Если раньше за машину с объемом двигателя от 1 до 2 литров платили чуть больше миллиона, теперь казахстанцы будут платить 536 тысяч тенге. Они считают, что ставки все равно не обоснованно высокие. И автопром должны поддерживать другие механизмы. А деньги с платежей нужно направлять непосредственно на утилизацию машин. Для утилизации автомобилей вполне достаточно суммы в пределах 70-80 тысяч тенге. А на наш взгляд, потолок суммы физбора – это до 100 тысяч тенге. Мы четко уверены в этом. У нас есть соответствующие расчеты. Также активистов смущают пресс-туры на автопроизводство, в которые стали отправлять блогеров и тиктокеров для последующих публикаций в социальных сетях. Что касается цен, по словам активистов, некоторые официальные дилеры готовы снизить стоимость новых автомобилей. Это, в свою очередь, может повлиять на рынок поддержанных авто. Спасибо, Даля. Продолжаем выпуск. Казахстанцы бурно обсуждают видео, снятое во время январских погромов. На кадрах видно, как неизвестный целится из пистолета в голову мужчине. Пользователи сети предположили, что человек с оружием – известный криминальный авторитет Арман Джумагильдиев по кличке Дикий Арман. Где именно снято видео, доподлинно неизвестно. Пользователи предполагают, что это холл алматинской гостиницы «Казахстан». На кадрах неизвестного мужчину приводят под руки и заставляют встать на колени. После этого человек, похожий на дикого Армана, наставляет на него пистолет с глушителем. Напомним, Армана Джумагильдиева вместе с шестью поддельниками задержали 7 января. Ему вменяют похищение людей во время массовых беспорядков и нападения на полицейских. Больше половины алматинских предпринимателей, пострадавших от мародеров в начале января, получили компенсацию. А об этом рассказал Аким мегаполиса Ербулат Дусаев. Сегодня он встретился в Акарде с президентом Касымжумартом Тукаевым. Сиди подальше, держитесь, хорошо? На данный момент компенсации получили 755 предпринимателей из 1413. При этом сумму выплат по упрощенной схеме увеличили до 10 миллионов тенге. А срок рассмотрения заявок сократили вдвое, с четырех недель до двух. А по 90% заявок возместят ущерб уже к 10 марта, пообещал Аким. Также Ербулат Дусаев отчитался о мерах по стабилизации цен, поддержке нуждающихся слоев населения и модернизации здравоохранения и образования. Тема банкротства физических лиц по-прежнему остается самой обсуждаемой в Казахстане. Многие граждане не имеют возможности погашать кредиты по ряду обстоятельств. Сегодня чиновники и общественники вновь собрались для того, чтобы обсудить нормы нового закона о банкротстве. Каким будет новый закон? Что должны обязательно учесть в нем? На эту тему мы поговорим с руководителем Центра прикладных исследований ТАЛАП Рахимом Мушакбаевым. Добрый вечер, Рахим. Добрый вечер, спасибо за приглашение. А что должно обязательно найти отражение в законе о банкротстве физлиц? Проблема в том, что у нас невероятно критическая ситуация, связанная с закредитованностью населения. И причем ее официальная статистика, которую генерирует банковская система, ее не показывает, поскольку после того, как эти кредиты не исполняются, банки их продают коллекторам, судоисполнителям, и в итоге она аккумулируется там. А финн институт и банки инфо показывают, смотрите, у нас якобы низкая закредитованность. Что мы имеем сейчас? На балансах банков и за балансами банков на учете стоит где-то полтора миллиона заемщиков, которые не могут платить, обслуживать свои кредиты более чем 90 дней. Тот проект, который сейчас уже есть, насколько он облегчит положение должников? Мое личное впечатление, и с ним согласны очень многие юристы, которые начали его изучать, этот закон написан в пользу банков, в пользу коллекторов, и они прописали несколько норм, которые заранее исключают возможность внесудебного банкротства. Устанавливается, во-первых, требование отсутствия исполнительного производства для того, чтобы было внесудебное банкротство. Но подождите, у вас основная часть должников, по ним возбуждено, исполнительное производство, свыше 6 миллионов возможных исполнительных производств новых в год появляется. Соответственно, эта большая масса, 80-90%, уже исключаются из внесудебного порядка. И второе, что прописали, я уверен, скорее всего, финансовое лобби и коллекторское лобби, это требование, чтобы, если эти займы возникли в результате кредитных отношений и в пользу коллекторов, либо банков, нужно, чтобы человек был не менее пяти лет в этой ситуации. То есть, таким образом, я уверен, что закон родился, по сути, сейчас он является мертворожденным. Он ни в коем случае не решит этой ситуации. В случае принятия закона, вот многие опасаются, что это может привести к тому, что многим будет выгодно объявлять себя банкротами. Получается, что нет. Дело в том, что люди попали в такую ситуацию объективно. Им всучивают эти кредиты. Люди берут их зачастую от низкой финансовой грамотности, от безысходности, платят невероятно высокие проценты. 56% годовых – это ставка, которая разрешена банком и микрофинансовым организациям. Плюс есть скрытые проценты, комиссии, злоупотребление. В итоге люди переплачивают гигантские суммы. Ну, чтобы было понятно, банки на кредитование физических лиц за прошлый год, по оценке нашего центра, заработали свыше 2 триллионов тенге. Плюс целая ростовщическая индустрия по взысканию долгов тоже зарабатывает примерно, я думаю, в пределах триллиона тенге. Это гигантские суммы. Я уверен, что мы никакой новый Казахстан не построим ни в политическом, ни экономическом смысле, если сейчас не займемся самой важной экономической проблемой. Это дать возможность людям освободиться от этих несправедливых долгов. Спасибо. Мы говорили о проекте нового закона о банкротстве физических лиц с руководителем Центра прикладных исследований ТАЛА Парахимом Ушакпаевым. На удочку финансовые пирамиды вновь попались каргандинцы. 27 человек вложили в нее от 200 тысяч до 25 миллионов тенге. Схему распространяли в социальных сетях. По данным следствия, Гульзат Нарымбетова уговорила знакомую с раскрученной страницей в Инстаграм размещать рекламу о приеме инвестиционных вкладов на срок от месяца до года. Рассказывали о якобы полученных доходах другими вкладчиками. Обещали вернуть деньги с выплатой 10% от суммы. В основном уговаривали своих же знакомых. В общей сложности доверчивые граждане отдали мошеннице больше 70 миллионов тенге. Сейчас страницы уже нет, а обманутые люди обратились в полицию. В департаменте экономических расследований ищут других пострадавших от деятельности финансовой пирамиды организатору грозит от трех до семи лет ограничения либо лишения свободы. В отношении гражданки Нарымбетовой избрана мера пресечения содержания под стражей сроком на два месяца. В этой связи призываем граждан быть внимательными и предусмотрительными. Пострадавших от неправомерных действий гражданки Нарымбетова просим незамедлительно обратиться в департамент экономических расследований. Продолжаем выпуск. Украинская армия мобилизует 36 тысяч резервистов. Приказ о призыве военных запасов подписал накануне президент Владимир Зеленский. Мобилизация коснется рядовых офицеров запаса от 18 до 60 лет. Готовы вооружаться и гражданские. Верховная Рада в первом чтении одобрила законопроект о праве на оружие. Если закон примут, мирные жители Украины смогут свободно приобретать огнестрельное оружие и боеприпасы. Что еще происходит в Незалежной, расскажут мои коллеги. На всей территории Украины, кроме Донецкой и Луганской областей, намерены ввести режим ЧП. Окончательное решение примет Верховная Рада в ближайшие два дня. В приграничных с Россией и Белоруссией районах будет действовать комендантский час. Тем временем Россия стягивает дополнительные войска к границам Харьковской области, сообщает СБУ. Совет Федерации одобрил ввод войск на территории самопровозглашенных республик на востоке Украины. Согласие дала Верхняя Палата Федерального Собрания. Действия России осудили в Европе. Ведущие политики выступают за дальнейшее ужесточение санкций. Германия уже отозвала сертификацию по газопроводу «Северный поток-2». Я попросил отозвать у федерального агентства доклад по обеспечению энергобезопасности. Это необходимый шаг, чтобы сертификация газопровода не состоялась. Без этой сертификации «Северный поток-2» не может быть запущен. США отменили все запланированные переговоры на высшем уровне. О встрече Путина и Байдена сейчас не может быть и речи. Официально заявили в Белом доме. «Сейчас таких планов нет. Для начала мы хотим увидеть деэскалацию. Это означает окончательный отвод войск. Но пока мы видим ровно обратное». Тем временем уже вступил в силу первый пакет американских санкций. Под ограничением попали Промсвязьбанк, обслуживающий российский военно-промышленный комплекс, внешэкономбанк и 42 дочерних структуры. Также в санкционных списках представителей российской элиты, в том числе из близкого окружения Путина. Елена Меньшова, Информбюро Тем временем казахстанские эксперты продолжают высказывать мнение, как отразится на нашей республике новый пакет санкций против России и в целом ситуации на востоке Украины. У всего есть свои минусы, впрочем, как и плюсы. Мнение выслушала Жамал Габдулина. По мнению казахстанских экспертов, эскалация конфликта между Россией и Украиной приведет к росту мировых цен на продовольствие и сырье. Возможно, даже рост доходов от более высоких цен на мировых товарных рынках. Но минусы будут ощущаться острее. Например, сегодня на глобальном рынке газ подорожал на 10%, а казахстанцы второй день наблюдают укрепление курса доллара. Российский рубль в ожидании санкций, он, конечно, очень сильно упал. Поэтому первое проявление – это резкие спекулятивные изменения на рынке валют. Вторая проблема – это иностранные инвестиции. Опять же, доля российских инвестиций в нашей экономике, в экономике Казахстана, достаточно большая. И если вдруг эти санкции затронут те банки или крупные компании, которые попадут в санкционный список западных стран, естественно, это так или иначе, где-то даже напрямую затронет и наши предприятия. А вот политолог Талгат Калиев считает, что в условиях жестких санкций российские компании будут искать новые возможности для работы и развития. И Казахстан для них может стать выходом. Если многие крупные компании перейдут по юридическому Казахстану с нашими резидентами, то они смогут в обход санкций продолжать работать с западным мерами и при этом платить налоги в нашей стране. Для нас это было бы достаточно привлекательным сценарием. Эксперты едины во мнении. Казахстану не нужно признавать независимость самопровозглашенных ЛНР и ДНР и четко придерживаться принципов ООН. Что касается Казахстана, вспомните 2014 год, когда Крым Россия присоединила и тоже были определенного рода намеки на то, чтобы Казахстан одобрил это присоединение. Казахстан дипломатически отмолчался, потому что его позиция достаточно жесткая. Еще со времен Косова Казахстан придерживается границ утвержденных ООН, придерживается принципа нерешимости границ. Обострение конфликта между Украиной и Россией станет испытанием для многих стран. Для нас важно в этой ситуации минимизировать влияние санкций на Казахстан и воспользоваться теми возможностями, которые появятся во благо. Жамал Габдулина, Думан Сулейменов, Информбюро, Алматы. Почему многие казахстанцы не хотят соблюдать законы? На эту тему сейчас активно размышляют общественники и юристы. Напомню, об усилении правового нигилизма высказался Касымжомар Тукаев. Так что же лежит в основе этого нежелания? Нургалис Абитов выслушал мнение. Трагические январские события обнажили изъяны общества. В интервью одному из казахстанских СМИ президент Касымжомар Тукаев отметил, что усиливается правовой нигилизм и некоторые граждане не хотят соблюдать законы. А происходит это потому, что многие идут на преступления из-за веры в безнаказанность. Адвокат Джо Харутибиков считает, причина кроется в такой тенденции, как некачественные законы. Примема номер один законотворчества заключается в том, что оно очень скороспелое. Оно очень плохо согласовывается с властями, с населением. Не собираются мнения всех стейкхолдеров, вовлеченных персон. Оно слабое и очень часто меняется. Нет стабильности еще какое-то законодательство постоянное. В условиях, когда власть настолько сама относится к законам вот так вот, тяп-ляп, и сама на ходу их потом ремонтирует, то, конечно, и у народа не особо в чести этот закон. Граждане же считают, что нарушать законы многих вынуждает безденежье, отсутствие хороших перспектив и стремление получить все и сразу. Наверное, это, скорее всего, с политикой страны, с недостатком работы, скорее всего, и недостатком хороших вакансий и обучения в стране самой. Может, это просто отсутствие принципов, и все мы хотим очень быстро разбогатеть. Халявные деньги всем нравятся, наверное. Когда человек знает, что ему за это ничего не будет, что он позвонит, то есть это коррупция. Да, та самая коррупция, которая пожрала целые цивилизации, династии целые шатнула. Не то, что нас с вами каких-то там всего лишь 30 лет существующих. Социолог Жанна Джандосова отчасти согласна с тем, что социальное неравенство порождает стремление получить благо, нарушая закон. Но бороться с этим явлением можно, решив проблему занятости граждан. По официальной статистике у нас безработных всего 5,9%. Но на самом деле, если вы пойдете и спросите, эти проценты будут гораздо выше. И другие социологические исследования, они как раз и показывают, что этот процент где-то 18-20%. Кроме того, важно, чтобы законы работали одинаково в отношении всех без исключения. Ведь порой происходит так, что избегать ответственности получается у тех, кто имеет деньги и положение. Видя это, люди теряют веру в справедливость. Так что трансформироваться нужно всему обществу. И для этого потребуются конкретные шаги. Нургалис Абитов, Влад Шишко, Информбюро, Алматы. Новости Информбюро в эфире. Продолжаем выпуск. Стали известны правила субсидирования арендной платы жилья малоимущим семьям. Претендовать на выплаты смогут 4 категории граждан. Правда, для этого они должны стоять в очереди на жилье и иметь на каждого члена семьи не более 36 тысяч дохода. Анастасия Новикова с подробностями. Махпала Алтенбекова одна воспитывает маленькую дочь с инвалидностью второй группы. В очередь на жилье женщина встала в прошлом году. И сейчас она в списке под номером 14 800. Так что в ближайшие годы ей придется отдавать большую часть своего дохода за аренду квартиры. Из пенсии по инвалидности дочери в 100 тысяч тенге. 60 тысяч тенге отдаю за аренду. Плюс коммунальные услуги. На 40 тысяч живем. Махпал хотела принять участие в программе субсидирования арендного жилья. Но, несмотря на острую нужду, сделать это женщина вряд ли сможет. Доход на каждого члена семьи по правилам не должен превышать 36 тысяч тенге. На помощь с арендной платой могут рассчитывать состоящие в очереди на жилье инвалиды первой и второй групп, семьи, где воспитывают детей инвалидов, многодетные и дети-сироты. Для семьи из одного и трех человек площадь жилья не должна превышать 40 квадратных метров при аренде. Для семьи 4-5 человек площадь жилья не больше 60 квадратных метров. Для семьи из 6 человек и более площадь, субсидируемая площадь, не больше 80 квадратных метров. Если человек арендует больше, то разницу он уже сам перекрывает. Для каждого региона сумма субсидий разная. Например, семьи из трех человек в Нур-Султане и Алматы могут оплатить максимум 55 тысяч тенге из 110. В Шымкенте семье из 4-5 человек вернут 64 тысячи тенге, если полная аренда составит 128 тысяч. Но нельзя снимать жилье у родственников и даже у бывших супругов, а также пересдавать его. За этим будут следить мониторинговые группы. Кроме того, у арендатора и арендодателя должен быть официальный договор. Всего помочь с арендой планируют 70 тысячам нуждающихся по всему Казахстану. Из всех категорий по субсидированию по городу Шымкент намечается выделить именно 8 841 человек. Заявки на субсидирование арендного жилья пока не принимают. Систему планируют наладить к концу апреля. Предполагается, что подать заявки можно будет онлайн через сайты и приложения от Басыбанка. Асем Караулова, Анастасия Новикова, Амантай Ауильбеков, Информбюро, Шымкент. Казахстанские школы испытывают острую нехватку учителей математики. Поэтому педагогам приходится работать с двоих. В свете того, что президент поручил делать упор в образовании именно на технические специальности, этот дефицит может стать еще очевиднее. Каких еще педагогов не хватает в школах и почему, выясняла Людмила Батюшкина. Татьяна Кочнева больше 30 лет преподает математику в школе и признается, что на личную жизнь времени нет. Как правило, один учитель-предметник ведет 2-3 урока в день, а Татьяна 8. А ведь каждому нужно подготовиться, а после проверить тетради. Уже мы четыре раза организовывали конкурс, вот сейчас тоже на вакантную должность. Но вот пока учителей нет. Но мы ждем, мы надеемся. Возможно, педагоги боятся дополнительной нагрузки. Олимпиад, работы с родителями, ответственности, подтверждение категории предполагают учителя. Я подаю на аттестацию, не прохожу на ту квалификацию, которую я могу, то у меня снимается полностью до нуля. То есть я лишаю всех своих возможных категорий. То есть буду как учитель, но буду как только что пришла. Это несправедливо. По данным городского отдела образования, сейчас в Караганде 28 вакансий математиков, 40 учителей младших классов, 20 физиков. Проблема дефицита стоит уже несколько лет. В последние годы выпуски на математических факультетах в университете очень небольшие. Учителя в школах работают на полторы-две ставки. Это, конечно, очень большая нагрузка для учителя математики, потому что преподавание предмета математики подразумевает ежедневную проверку тетрадей. Очень много практических работ. Раньше дефицит был еще больше, уверяют чиновники. Его сократили за счет выпускников колледжей, которые могут преподавать математику с пятого по девятый классы. В последние два года, когда мы увеличили заработную плату, снизили отчетность, непривлечение к несвойственным функциям, другие какие-то вопросы решаются, это все влияет на мотивацию. Больше уже людей, которые претендуют и хотят быть учителями. В Министерстве образования рассчитывают решить проблему с нехваткой учителей математики через пару лет. В Караганде выходят из положения благодаря специальным классам с педагогической профориентацией. Такие есть в семи школах. Людмила Батюшкина, Ирина Нинашева, Инфорумбюро, Карагандинская область. Ищите работу? Более 70 тысяч работодателей уже ищут вас на сайте HeadHunter. Переходите на hh.kz и найдите работу своей мечты. На сайте представлены вакансии в самых разных областях. Строитель, офисный сотрудник, электрик, продавец и многое другое. Заходите на hh.kz.